Напомним, в конце прошлого года стало известно, что обанкротившаяся торговая сеть Холидей, точнее ее конкурсный управляющий, решил взыскать с поставщиков деньги за ранее поставленные товары. Это стало возможным благодаря особой лазейке в законе о банкротстве. Под ударом оказалось около 200 компаний только в Алтайском крае. Суммы от 300 тысяч до нескольких миллионов рублей. Несколько решений суды вынесли в пользу Холидея, поэтому поставщики объединились в подобие профсоюза. И делятся первыми результатами. Нас все-таки слышат, нас услышали. Это и органы исполнительной власти, в первую очередь, помогают нам активно в этом вопросе. Правоохранительные органы тоже, если запросы отправлены, это не простой вопрос. То есть инкриминировать кому-либо уголовную ответственность, мы это прекрасно понимаем. Поэтому все наши запросы, именно правоохранительные органы, они еще пока находятся в неактивной фазе. Но, надеемся, тоже там какие-то моменты будут приняты. Между тем, становится понятен истинный масштаб трагедии. Исковые заявления предъявлены десяткам компаний Сибири, Подмосковья, даже Крыма. Претензии на миллиарды рублей. В то же время суды начали переносить заседания на более поздние сроки. Как объяснили юристы, это хороший знак. Судьи стали рассматривать иски более тщательно. Все сошлись на том, что поставщикам надо защищаться еще активнее. Для того, чтобы конкурсный управляющий все-таки посмотрел на ситуацию трезво. И пока не поздно, отозвал. Не отозвал, а отказался от своих исков. С тем, чтобы ситуацию наконец-то прекратить и не продолжать дальше, собственно говоря, мешать работать всем. Причинять убытки всем, на кого сегодня подано. Сколько продлятся судебные тяжбы, никто из участников предположить не может. Холидей пока продолжает, что называется, гнуть свою линию. Между тем, предприниматели уверены, нынешнее дело должно стать прецедентом. Инициативная группа готовит целый ряд поправок в законодательную базу. В частности, в закон о банкротстве. Они намерены продвигать их вплоть до уровня Государственной Думы. Чтобы ситуации, подобные делу Холидея, не повторились впредь. Илья Кчетков, Илья Халяпин. День с толком.